Крупнейшие музыкальные сцены стали чуть ближе и понятнее для юных вокалистов Тверской области. Имя легендарной оперной певицы Хибла Гирзмава, народной артистки России и Республики Абхазия, не сходило с уст гостей и детей творческого интенсива. Потому что в качестве наставников к одаренным детям приехали победители международного конкурса, который учредила Хибла Гирзмава, звезда мировой оперы. В течение двух дней мастер-классы по вокалу проводили Ольга Маслова, солистка оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра, солист Мариинского театра Глеб Перязев, концертмейстер молодежной оперной программы Большого театра Марк Ваза. Творческий интенсив для одаренных детей Тверской области реализован при поддержке программы «Территория культуры Росатома», а также Калининской атомной станции. Первый день работы прошел в Вышнем Волочке. Студенты Тверского музыкального колледжа имени Мусоргского, лучшие воспитанники детских музыкальных школ области, имели уникальную возможность пообщаться с профессиональными музыкантами и получить рекомендации от мастеров. Как ты можешь это использовать? Хотел бы в ЕДИНС, хотел бы в ЕДИНС. Я впечатлен педагогами, особенно концертмейстером. Просто прилив энергии у меня. И надеюсь в будущем, что у меня будет такой же концертмейстер. Я получила сегодня большой урок от преподавателей. Для меня это был самый лучший день. Думаю, я очень долго буду это помнить, эту встречу. Это было просто незабываемо. Нужно расслабляться перед выступлением, чтобы не волноваться и отдаваться полностью сцене и зрителям. Дать одаренным детям новый толчок для творческого развития, укрепить уверенность в собственных возможностях. Такую задачу ставили перед собой организаторы проекта. Поддержкой талантливой молодежи в рамках реализации социальных программ Калининская атомная станция занимается на протяжении многих лет. Сегодня культура – это тренд, который ставит сегодня задачу наше государство. Наш Владимир Владимирович Путин – президент образования, культура. Наш проект направлен на раскрытие творческого потенциала детей. Дети – это основа нашего существования и развития нашей страны. Очень важно вдохновлять людей, детей именно в небольших городах, вдохновлять их на какие-то большие свершения, потому что мне кажется, что очень много у нас талантов на нашей земле, и детей просто нужно немножечко им подсказать, показать, что вообще в мире еще есть. В Удумле на встрече с воспитанниками детской музыкальной школы оперные артисты рассказали о своем творчестве, отвечали на вопросы ребят, говорили о том, что силу необходимо черпать в искусстве, о счастливом шансе, который может настигнуть музыканта в любой момент. Делились личным опытом преодоления волнения перед выходом на сцену. Вот это желание ощутить это снова, оно передерживает все волнение, которое у тебя было то, и поэтому оно как-то все время преодолеваешь себя и выходишь, выходишь, выходишь. Юные музыканты, очарованные силой голоса, харизмой, виртуозностью исполнителей, не отпускали своих гостей и после завершения творческой встречи. Неформальное общение, разбор ошибок, обмен эмоциями – все это останется в детских сердцах ярким воспоминанием начала их творческого пути. Было очень круто, и даже не верила, что такое будет в жизни, и для меня это большая честь с ними встретиться. У нас была уникальная возможность пообщаться с артистами такого уровня, и мы даже спели вместе «Выйду ночью в поле с конем», показали им наш спектакль, они заценили наш реквизит. Мне очень было интересно поработать с молодыми музыкантами, поделиться с ними своим опытом. Я считаю, что у многих из них большое будущее, если они продолжат работать так же усердно, как они работают. И очень приятно, что подобные проекты поддерживает атомная отрасль и Калининская атомная станция. Завершились мастер-классы интерактивной интеллектуальной игрой «Связь поколений». Игра прошла в формате квиза и включала в себя задания, раскрывающие взаимосвязь физики и музыки. Украшением вечера стало выступление оперных артистов, а также юных музыкантов у Домли. Ирина Елсукова, Павел Якушев, Управление информацией и общественных связей Калининской АЭС.